В эфире Вести Хакасия. В студии с обзором основных событий пятницы. Татьяна Донцова. Добрый вечер. И коротко о главном. Переговоры власти с угольщиками. Компания СУЭК пересмотрит отношения к экологии и налоговым платежам в Хакасии. Опасная рыбалка на Красноярском водохранилище двоих рыбаков оторвала на льдине. Отголоски Чернобыля. Сегодня в России вспоминают жертв радиационных катастроф. Одна из ведущих угольных компаний, которая работает в Хакасии, увеличит налоговые отчисления в бюджет и еще раз пересмотрит программы по защите экологии. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки в Москву. Глава республики Виктор Зимин встретился с генеральным директором компании СУЭК Владимиром Рашевским. В частности, угольщики скорректируют распределение налогов между муниципальными образованиями. В том числе, дополнительные отчисления будут произведены по Черногорску, где возникла ситуация с уменьшением налогооблагаемой базы. Что касается экологических проблем, то конкретные шаги будут предприняты в течение двух-трех недель. Также в ходе встречи было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между республикой и компанией СУЭК на ближайшие несколько лет. В соответствии с этим документом, компания окажет поддержку по финансированию строительства социальных объектов по проведению разного рода культурных мероприятий в четырех муниципальных образованиях Акасии. На эти цели в текущем году предполагается направить 40 миллионов рублей. Трудно компании, но не менее трудной республике. Нам надо платить, независимо, какие цены на уголь, нам надо платить заработную плату учителям, медикам. Досим структур и выполнять все свои социальные обязательства, которые взяты в бюджет. Независимо от своего финансового состояния, они на 2013 год также выделяют 40 миллионов рублей на все социальные проекты республики Хагасия. Трагедия накануне едва не закончилась рыбалкой для двоих абаканцев. Их оторвало на льдине. Все произошло на Красноярском водохранилище в Багратском районе. Кусок льда, на котором находились рыбаки, понесло ветром. Мужчины успели дозвониться до спасателей, пока была связь. Бедствующих отправились искать несколько групп, был привлечен вертолет. Вся операция закончилась благополучно. Несмотря на то, что рыбаки провели на льду больше трех часов, медицинская помощь им не понадобилась. Сегодня мы связались с одним из спасенных. Ветер поднялся сильный. То есть проморгали этот момент, то, что льдина отошла. То есть когда к кромке подбежали, уже все бросили, побежали к берегу. Где-то метров 20 нас уже отнесло. Лед уже как бы паковый такой, он трещит, шипит, то есть осаживается, плюс дождь, ветер. Солнце это все, конечно, ускоряло, как бы процесс таяния. То есть льдина таяла на глазах, можно сказать. Жители одного из домов в Вершине Тёи объявили войну своему же товариществу собственников жилья, обвинив не только в бездействии, но и в подлоге документов. Люди обратились в суд, в прокуратуру, решили поделиться и с нами. В проблеме разбиралась Юлия Константинова. Жилищно-коммунальную войну жильцы дома по улице Советской, 35, поселка Вершины Тёи ведут не первый год. Сначала, рассказывают, перевес был за администрацией поселка, которая буквально вынудила создать в старой пятиэтажке товарищество собственников жилья. Если дом не вступит в ТСЖ, значит ремонта никакого не будет. Вот такая информация. Хотя вот на сегодняшний день, я допустим знаю, что у нас было пять вариантов. Вот такие дома в таком состоянии, ветхие, аварийные, полностью нельзя все взваливать на плечи собственников жилья. С заботой действительно свалились. Во-первых, контроль за ходом капитального ремонта. 15 с лишним миллионов на которые выделены были по федеральной программе на условиях софинансирования. Глядя на эти кадры, сложно поверить. Средства освоены в полном объеме, все акты приемки руководством ТСЖ подписаны. Платить 5% стоимости такого капремонта активисты отказались. Более того, решили проверить, на что потрачены федеральные деньги, а заодно и уставные документы ТСЖ, подлинность которых стала внушать сомнения после поквартирного обхода дома. 35-й дом, квартира 29. Лугачок Григорий Ефимович умер в сентябре 2008 года. Расписался 22 декабря 2008 года за то, что он вступил в ТСЖ. Встал из гроба. Воскрес, да. Таких мертвых душ несколько. К тому же подписи, по словам некоторых владельцев квартир, в документах липовые. Внимание в сфере ЖКГ сегодня уделяется пристальное. Возможно, явные нарушения дадут активистам шанс выиграть войну с ТСЖ, которые пока не погашены долги, ликвидировать нельзя. И невозможно жить в столь ужасающих условиях. Сегодня Хакасия, как и вся страна, вспоминает жертв радиационных катастроф, в том числе тех, кто принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. Эта авария стала самой крупной техногенной катастрофой в истории российского мирного атома. К ликвидации ее последствий были привлечены около 800 тысяч человек со всего Советского Союза. В результате взрыва на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное заражение территории в радиусе 30 километров. Там и сейчас, спустя 27 лет, зона отчуждения. Ликвидаторы, их дети и внуки, собрались сегодня в Абакане у памятника жертвам радиации. Вспомнить в первую очередь тех, кого уже нет. Радиация, она невидима. Это не пули, они не свистят. В моем взводе три человека умерло по возвращению сразу. Потом многие из наших ликвидаторов, которые принимали участие, уходили из жизни. В 30 лет уходили, в 40 лет жизни, в 50 лет уходили из жизни. Я сам буквально через полгода после возвращения из Чернобыля попал в госпиталь. Долгое время пролежал в госпитале, под кабельницей. Отказали пучки. А сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Парламентский дневник». Ольга Стельмах о главных направлениях работы Верховного Совета Хакасии на уходящей неделе. С 1 июня кварплата станет ниже. Собственники жилья не будут оплачивать потери и чужие долги. Обращение Верховного Совета Хакасии поддержали 20 регионов России. Последовала и ответная реакция с федерального центра. Дмитрий Медведев подписал постановление изменить правила предоставления коммунальных услуг. В итоге изменили порядок расчета, сколько холодной и горячей воды идет на обслуживание дома. На уборку подъездов, мытье окон, полив клумб и ряд подобных услуг. Теперь общедомовые нужды, вызвавшие массу недовольств и путаницу при оплате коммуналки, представляют собой конкретные нормативы. Общедомовые нормативы будут начисляться не как разница между индивидуальными предприборами учета, нормативными тех, у кого их нет, и общедомовым прибором учета, а как строго и конкретно установленный норматив на общедомовые нужды, то есть на мытье лестничных клеток, окон и так далее, я имею в виду воду. А вся разница, которую я подчеркну, что мы тогда в своем обращении Верховного Совета Республики Хакасия подчеркивали, что это хищение, приписки, потери и сверхнормативное потребление тех, у кого нет индивидуальных приборов учета, вот эта вся разница, которую ранее разбрасывали на всех, теперь будет считаться убытками самой управляющей компании либо организации. Если раньше управляющие компании предлагали собственникам жилья самим вычислять так называемые нулевые квартиры и таким образом снимать с себя чужие долги, то теперь искать потери коммунальщики будут сами. Абазинские дачники вновь борются со стихией. Их участки затопили паводковые воды. На место происшествия с рабочей поездкой выехал первый заместитель Верховного Совета Хакасии Юрий Шпигальских. Ситуация повторяется из года в год. В этот раз вода поднялась больше, чем на метр. В результате затопило сразу 300 дачных участков. Сегодня уровень воды спал. Абазинцы же подсчитывают нанесенный ущерб. Финансовую помощь дачникам республика оказывает. Но по закону лишь официально оформленным садовым обществом. В Абазе таких нет. Может в течение трех лет пытаемся убедить садоводов, что нужно регистрироваться тем, чтобы получить возможность поучаствовать в республиканской программе на получение грантов именно для поддержки садоводческих обществ. Регистрировать садовое общество абазинцы не торопятся. Между тем, государственная поддержка в виде грантов была бы не лишней. Тем более, что никаких затрат сами огородники при этом не несут. Да и весенний паводок далеко не последний. Берега укрепления и углубления соответствующие дно в этом месте, конечно, нужно предусматривать, чтобы ежегодно таких событий не случалось, и чтобы дачники были спокойно уверены, что у них не ожидает подтопления. Решение должно быть системным. Не нужно ждать весны, не нужно ждать, когда случится нечто подобное. Смотрите, сегодня подтапливают, вот они рядом дачи, и многие из них где-то на метр погрузились в воду. Юрий Шпигальских лично встретил со сдачниками и местной администрации. На конкретных примерах объяснил, насколько выгодно для них участвовать в республиканской программе. Ведь каждый год на поддержку дачных обществ выделяют не менее 25 миллионов рублей. Причем сумма эта не окончательная. Депутаты Верховного Совета обратились в правительство России с просьбой выделить на помощь садоводам и федеральные средства. Такие доводы горожан убедили. Официально зарегистрированное садовое общество в ближайшее время появится и в Абазе. Развитие с помощью грантов, как оно есть, на своем примере рассказали садоводы Хакасии. Те, кто уже воспользовался государственной поддержкой. Садоводческому объединению подсиняя около 40 лет. За это время проблем у дачников накопилось много. С помощью сборов удавалось решить лишь мелкие из них. О покупке насосной станции даже и не мечтали до 2011 года, когда защитили проект и получили грант – полтора миллиона рублей. На следующий год попытку повторили. Результат превзошел ожидание. На решение дачных проблем выделили уже 3 миллиона. На эти деньги улучшили дороги, открыли новый автобусный маршрут. Решили и вводную проблему. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. О выпуске программы «Парламентский дневник» можете посмотреть также на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в республике. Всего доброго. Почта России продолжает всероссийскую благотворительную акцию «Благодарность земляков». Каждый житель республики может написать и отправить свое поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. В акции уже приняли участие школьники и воспитанники детских садов Хакасии. Сегодня к ним присоединились ученики Абаканской православной гимназии. Перед тем, как опустить свои пожелания в специальный почтовый ящик, для школьников провели экскурсию по Центральному почтовому отделению. Рассказали о правилах отправки письм и посылок. Несложные почтовые операции дети выполнили сами. В конце экскурсии ребята оформили заранее написанные слова благодарности на поздравительные открытки и отправили их адресатам. У многих родные прабабушки и прадедушки также были фронтовиками. Некоторых уже нет в живых. Нужно поздравлять, потому что они защищали эту страну. А если бы не было их, не защищали, тогда бы в России не было школы и не было всего этого. Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы, чтобы Бог вам дал счастье и здоровье. Отправить открытку или письмо со словами благодарности фронтовикам еще не поздно. Акция Почты России продлится до 3 мая. Как поднять иммунитет весной, не используя при этом лекарственных препаратов? Есть народный метод. Для здоровья полезен мед. Но оказывается, далеко не каждый сорт. На что важно обратить внимание при покупке ценнейшего продукта, расскажет Елена Крылова. Мало кто готов ради того, чтобы получить качественный мед, везти своих пчел за 500 километров. Но все же такие пасечники есть. И это семья Ивановых. Они начали заниматься пчеловодством больше 25 лет назад. И изначально пасека была кочевой. То есть пчел каждые 2-3 дня перевозили с места на место, чтобы собрать мед качественный и разный. Пчела-прицепы кочуют по Башкирии, по Оренбуржью. И вот в этих пока еще немногочисленных оставшихся экологически чистых районах собирается мед, который мы вам рады привезти и угощать вам. Прежде чем предложить мед жителям Хакаси, он проходит несколько проверок. Первые – непосредственно на пасеке. Затем в Саратове – следующий этап лаборатории в Красноярске. И только потом мед везут в Абакан. Как правило, у нас всегда существует не менее 15 сортов различного меда. Ну вот, допустим, один из наших знаменитых сортов – это липа башкирская. Всегда бывают у нас несколько сортов разнотравья. Всегда бывает гречишный мед, всегда бывает мед с расторопшей, который вылечит вашу печень очень эффективно. Башкирский мед ввозят в 15 городов России. В Абакане выставка продлится до 30 апреля в ГЦК «Победа». Покупателю в подарок – килограмм меда «Полевые цветы». И на этом сегодня все. Я желаю вам приятного отдыха в выходные. Смотрите «Вести». До свидания.